Так. Проверка. Добрый день. Сегодня 23-е. Все нормально? Раз, раз, раз. Я примерно вот таким голосом буду говорить. Все нормально. Все. Спасибо. Добрый вечер. Сегодня у нас 23 декабря. Мы в прямом эфире. 7 часов вечера. У меня сегодня очень необычный гость. Очень известный путешественник. Да и просто знаменитый человек. Чуков Владимир Семенович. Добрый день. Я думаю будет интересно. Кто не всегда правда получается. К сожалению. Кому можно будет задавать вопросы через чат. Итак. Владимир Семенович. Чем собственно связана вот эта болезнь севера? Почему именно север? Можно сейчас путешествовать по всему миру. У меня тут были люди, которые в общем болеют кругосветкой. Кто-то там каким-то азиатским регионом. Почему именно север? Ну, знаете, я же путешествием занялся не вчера. И как бы для меня, конечно, вот эта вот свобода, появившаяся там 15-17 лет тому назад, она как-то не особо произвела на меня впечатление и расширила мои возможности. Потому что у меня эти возможности были всегда. И Арктикой, вот именно Арктикой мы занимаемся уже третий десяток лет. Безусловно, начинали не с Арктики. У нас были и водные маршруты, и на байдарках, на плотах. Сейчас уж никто не помнит, как нужно эти деревянные плоты вязать. А в 1982-м на Таймыр было, да? Ну, вот это да. Это уже была первая экспедиция серьезная. Ну, тогда ее называли просто походом. Там какой-нибудь шестой, пятой категории. И вот с 1982-го мы ежегодно, не пропуская ни одного сезона, делали путешествия по Арктике. Вот. Путараны, да, это очень интересный район. Просто красивейший, я считаю, район вот на севере нашей страны. Это уникальные каньоны, уникальные водопады, ледопады, вернее, зимой. Я-то ходил всегда зимой на лыжах со своими ребятами. Мы посещали те места, которые, в общем-то, летом, наверное, забраться туда невозможно. Без вертолета. Зимой вот можно на лыжах добраться. Так что Арктика, она, конечно, штука серьезная. И, может быть, именно поэтому она на нас и произвела впечатление. Мы поняли, что мы нашли то, что нам не хватало в жизни. То есть, именно нужен был экстрим, да? Вы знаете, не нравится мне это слово, экстрим, тем более, вот, в связи с тем, что в это слово сейчас вот впихивают вот искусственно, понимаете? Ну, что такое экстрим? Вот возьмите любой словарь, там написано, это крайнее состояние, вот. И оно, это слово, характеризует не вид деятельности, а именно обстоятельства. Это большой смысл в этом, понимаете? Вот экстремальная деятельность быть не может по определению. Экстремальная деятельность, это такая деятельность, которая ведет к концу. Это вот человек, который вышел на балкон для того, чтобы прыгнуть. Вот он будет заниматься экстремальной деятельностью. Ну, я в первый раз слышу такое определение. Я всегда считал, что экстремальное путешествие, в данном случае, это путешествие на грани возможностей, когда, так сказать, куча адреналина, куча, может быть, иногда не всегда оправданного риска и так далее. Ну, вот, к сожалению, ну, понимаете, вот среди действительно путешественников, которые подходят к своему делу как профессионалы, я, в общем-то, ну, себя считаю вот именно таким. Профессиональным путешествием. Вот, опять же, профессиональный, это тот, который себе пенсию зарабатывает, занимаясь каким-то делом. У нас нет такой профессии в стране, путешественник, поэтому, занимаясь своим любимым делом, я себе пенсию не заработаю никогда. И молодые ребята сейчас вот занимающиеся и называющие себя профессионалы, они пенсии не заработают, поэтому, вот, как хотите, так и говорите. А я говорю, что отношение профессиональное к своему любимому делу. Вот тоже есть небольшая разница. Ну, согласен, да. Вот, ну, поэтому, вот, среди таких путешественников, отношение к такому термину, там, экстремальное путешествие, ну, вот, негативно. Негативно. Потому что, ну, не стремимся мы искусственно создавать себе какие-то препятствия на пути к цели, понимаете, мы, наоборот, там 20 раз их обойдем. Для нас сам процесс путешествия, главное, пройти, посмотреть, увидеть, потом рассказать то, что ты увидел. Ну, это вот подход именно путешественника, ни туриста, ни какого-то там спортсмена со съехавшей крышей, которому не важно, где он, лишь бы там была какая-нибудь категория, там, четвертая же, там, какого-нибудь перевала или еще чего-нибудь, чтобы только вот этот самый адреналин у него там взыграл. И потом, а где он был, он вернется, он вам не расскажет, потому что для него это было не главное. Мы, в общем, по-другому подходим. Кстати, тогда в связи с этим такой вопрос. А насколько часто цели, вот, ваши личные в путешествии совпадают с какими-то, так сказать, общественно значимыми? То есть, я вот смотрю, что некоторые ваши экспедиции, они, в общем-то, привязаны были там конкретным, скажем, датам вот в Антарктику, там, встреча 2000-го года, вот это вот миллениум и так далее. То есть, это, в общем-то, в какой-то мере была, может быть, рекламная акция. То есть, видимо, это как-то связано с какими-то деньгами все-таки, что под это дают деньги. И как вообще вот тут вот найти вот ту золотую середину, когда можно как-то обеспечить какое-то спонсорское участие и в то же время вот не потеряться? Ну, правильно, конечно, мы, мы, все наши проекты, они, безусловно, очень емкие, финансово-емкие, да, потому что возьмите хоть северху, хоть тем более Антарктиду, попасть туда очень-очень дорого. Вот, поэтому приходится какие-то придумывать вот такие заманочки такие. Ну, понимаете, вот они же могут быть разные, понимаете? Вот, допустим, мне совершенно не стыдно за ту экспедицию, которую мы делали на Южный полюс в 99-2000 году, потому что там не было ничего высосанного из пальца, там все было вот по-честному, понимаете? Мы действительно по-честному собрали народ из почти 20 стран. А как, кстати, вы их собирали? А вот по интернету. По интернету, да? По интернету. Бросили клич, да? Да, конечно, бросили клич, тем более, что, ну, мы знали, что, вот, допустим, для таких спортсменов, для парашютистов побывать в Антарктиде, сделать прыжок и поставить в своем послужном списке галочку, что он прыгал там на Южный полюс, это дорогого стоит. Поэтому большого труда не составило вот таких вот найти людей, ну, в общем-то, я бы сказал, сподвижников. И вот вся наша команда, ну, включая экипаж Ил-76, нас было 88 человек из 18 стран. Там были парашютисты, там были воздухоплаватели с воздушными шарами, там вот была наша команда на этих самых вездеходах, там были просто туристы, ну, и большая команда была обслуживающая, ну, то есть, вот, мои ребята в прошлом лыжники, да, которые должны были обеспечить безопасность нахождения в Антарктиде. Ну, и вот сама команда пилотов, штурманов, да, это уникальные тоже люди, которые, поверив нам, они решились впервые в истории Антарктиды полететь туда на тяжелом транспортном самолете и выполнить посадку не на взлетно-посадочную полосу аэродрома, а просто на ледник, чего никто никогда не делал, даже в голову не приходило. И мы с этого начали, вот, собственно, вот их великолепная работа, коллектив был подобран там в НИИ, в Овецово, как же он, НИИГА, да, вот, там были ребята, которые профессионально, не просто профессионально, а сверхпрофессионально занимаются своим делом. Это были заслуженные летчики-испытатели, герои России в экипаже. Для них это тоже было очень и очень интересно, они это не скрывали и были счастливы, что вот поучаствовали в таком деле. Ну, а потом, что, потом прыжки с парашютом, понимаете, летит 30 человек, и из этих 30 практически на каждом на втором видеокамера, потому что все профессионалы, все суперопытные, и, конечно, для каждого из них такое участие в таком проекте, это подарок судьбы, вот, без преувеличения. А потом на наших машинах, значит, марш-просок на Южный полюс и обратно, за 10 дней туда-обратно. Никто никогда не поверил бы нам, что это возможно, потому что поход на Южный полюс от берега, он занимает, ну, месяц-полтора. А мы за 10 дней с толпой в 30 человек доехали, устроили там подъемы воздушных шаров на Южном полюсе, что тоже там эти американцы на своей станции, Анастон Скотт, просто выкатив глаза на нас, смотрели, что это приехали русские, тут такое устроили. Ну, целое шоу. Ну, шоу, ну, мы для себя это делали, мы не стремились там кого-то удивлять, мы просто искренне занимались, еще раз повторю, своим любимым делом, с полной отдачей. И у нас это дело все получилось, поэтому, конечно, приходится какие-то использовать, я говорю, там, моменты, ну, конъюнктурные, но это не вредит главной нашей идее. Ну, а организация была чисто ваша, да? Конечно, только наша. А кто вообще на это деньги дал? Да сами участники. То есть, мы прикинули, мы все рассчитали, стоит столько-то, значит, прикинули, какая стоимость каждого участника должна быть внесена. То есть, ни какого главного такого спонсора не было, да? Вот, что касается экспедиции на Южный полюс, вообще там такого понятия, ну, во всяком случае, у нас спонсоров не было. Вот мы объяснили, что стоимость участия там 25 тысяч долларов, или там 20, я уже сейчас не помню. Сами участники, они наверняка там привлекали. Вот, я знаю, там команда была, 8 человек с этого самого, испанцы, да, с воздушными шарами. Ну, у них шары там все раскрашены в какие-то... Да, ну, то есть, каждый уже... Да, они свои проблемы решали, вот, но мы не вмешивались и не мешали, ради бога, там, малазийская команда, там, человек 10. Ну, наверное, они прилетели в форме такой пестрой, значит, наверное, их кто-то там в своей стране поддерживал. Так что, спонсоры, безусловно, были, но вот у нас, как у организаторов, их не было. Хотя, организация вся лежала на наших плечах, и Россия, вот, как бы, была заявителем этого рода деятельности, а там все очень серьезно. Сейчас же есть такие порядки, такие законы, которые ни объехать, ни обойти. Это Антарктида, там международные всякие конвенции действуют. Кто может, кто не может, а если может, то как? То есть, там еще куча всяких бумажек. Ой, что это? Это не то слово, это не то слово. Это целая там сидит команда экспертов, там, порядка 20-25. Каждый представляет свою какую-то организацию, да. Они, ну, через это сито все твои проекты проходят, еще должен там защитить так называемый ОВОЗ. Это такой документ, который объясняет, вернее, подтверждает то, что ваша деятельность заявленная не принесет какого-то ущерба экологии Антарктиды. Это очень все серьезно, это на уровне международном все затверждено, и как бы вот любой желающий там попасть не сможет. Кстати, я залез там на ваш чат, там, ну, типа, когда там вопросы задают, и там вот был мне такой вопрос, понравился, что какой-то специалист по утилизации мусора написал вам, и он как раз вот, в частности, спрашивал, а куда вы девали вот мусор, который от вас был? Ну, в Антарктиде там все просто, там никуда девать нельзя, там надо все складывать в мешочки, все, абсолютно, вот. Там после вас ничего не должно, ни бумажки, ни простейки. То есть это все с собой? Абсолютно все, то есть бочки, кадушки, все, так что вы должны ехать, и все, на самолет, на свой собственный вот этот самолет. А самолет вас ждал, да? Ну, он не просто ждал, мы делали там четыре полета. Сначала первый полет, посадка в Антарктиде, там, на этот ледник Patriot Hills, значит, мы завезли все необходимое оборудование, часть вездеходов, все лагерное снаряжение, все подготовили, а самолет высадил и улетел опять в Чили, в это самое, в пункт Arenas. Потом через пару дней он прилетел, сделали прыжки парашютисты, вот, но он привез еще там дополнительную часть груза, там топливо, продовольствие и вторую часть машин. Ну, то есть, вот он делал четыре рейса, и во время возвращения он все время оттуда вывозил мусор. Там это отлаженная система, это не то, что привез, понимаешь, на материк, и неизвестно, куда это все девать. А там в Чили, на аэродроме, в аэропорту, там за деньги ты сдаешь все свое барахло, это ненужный весь этот мусор, и там уже как-то налажена утилизация. В принципе, в Антарктиду турист может попасть? Может, может. Потому что я как-то вот пробивал, делали наши бывшие научно-исследовательские суда, в частности, Вавилов, их арендовали, по-моему, австралийцы, еще кто-то. Но они, правда, только плавали, то есть, они так, если высаживались там, ну, полдня погулять, условно говоря, около берега. Вот такие, я знаю, есть, я вот хотел в него попасть. А вот, чтобы туда вглубь, наверное, нельзя. Нет, есть, есть, да, и мы, в общем, все время на это дело смотрим как на какое-то в будущем свое собственное дело. То есть, возможно, да, водить экскурсии какие-то. Нет, это все реально, и на сегодняшний день в Антарктиде работает одна единственная компания международная, там, значит, и США, и там Шотландия присутствует, Канада присутствует, и Австралия. Вот Майк Макдау, который сейчас погружался на Северном полюсе, он как раз, как бы, вот, владелец этой компании. Она работает, по-моему, уже лет 20 там, в Антарктиде. Они предлагают, они предлагают пребывание в Центральной Антарктиде, они предлагают посещение Южного полюса, они обеспечивают для всех желающих подняться на наивысшую точку Антарктиды, гору Винсен, они обеспечивают подлет к подножию, то есть, потом возвращение. Вот, для них, как бы, ну, это у них такой вот бизнес, и они гордятся тем, что это самые дорогие туры. А сколько они, кстати, стоят? Ну, вот, я сегодняшних их цен не знаю, в связи с тем, что топливо на, авиационное топливо сейчас по всему миру подорожало, я думаю, что там меньше 30 тысяч не будет. Вот, а в те времена, в те годы... Это примерно на неделю, да? Ну, там есть, значит, разброс такой вот, минимальный, это он может, ты можешь прилететь в лагерь Патриот Хиллз, да, вот, пока самолет там разгружается, это там 2, 3, 4 часа. Ты можешь погулять и этим, что самолетом улететь. Это, как бы, ну, будет там порядка 10 тысяч. Вот, если ты остаешься, и там еще какая-то программа тебе предлагается там покататься на снегоходах, или тебя там отвезут пингвинов посмотреть на побережье, ну, это немножко другое, значит. Для альпинистов третье, для вот этих путешественников, кто хочет пройти путь от побережья на лыжах, да, до Южного полюса, это уже где-то, ну, дней 40, значит, их забрасывают на старт, потом их снимают с полюса, это уже серьезные деньги, вот. И есть возможность просто сесть на маленький самолет, там, на Твинотер, на Цесну, или там на 10-3, вот этот Дуглас, да, и тебя свозят. Ну, это просто вот ты не вылазишь из самолета, тебя сюда привезли, тут посадили на другой самолет, отвезли на Южный полюс, ты там с квадратными глазами сфотографировался, выпил шампанского, и тебе говорят, ну, все, поехали назад, опять сел в самолет, туда-туда-туда-туда-туда, и потом ты с больной головой, значит, вот на пятый день там прилетел опять в Чили, и если у тебя съемки не удались, то ты ничего не запомнил. Ну, а вообще там погода для съемок-то хорошая или никакая? Ну, в общем, нет, погода хорошая, ведь, понимаете, в Антарктиде там ты можешь вообще активно что-то такое делать, только тогда, когда там лето. Ну, это вот декабрь-январь. Солнце светит круглые сутки, только ходит по кругу, все замечательно. Ну, конечно, бывает, что ветер налетит, там еще что-то такое. Ну, вот за 1200 километров от полюса температура, вот где, собственно, лагерь Патриот-Хиллс, температура, когда выходит солнце, ну, где-то там минус 5, минус 10, минус 20, может быть, да. Достаточно комфортно. Ну, причем такое яркое солнце, такое ультрафиолет, что там вот, если ты от ветра куда-нибудь спрячешься, то можно лежать, загорать. Вот. Ну, загорать там, конечно, рискованно, потому что ты вот за два часа... Горишь. ...как на сковородке, да, и волдырями пойдешь. Поэтому там не лучшее место, конечно, принимать солнечные ванны. Приходится, наоборот, прятаться, по-всякому прятаться от солнца. Вот. А вы там айсберги видели, или вы только были... Ну, айсберги мы видели, собственно, мы же когда подлетали, мы летели через пролив Дрейка, вот. Мне говорят, что они все, каждый своего цвета, то есть ни одного нету, все со своим каким-то оттенком. Это правда? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что они вот каждый со своим цветом, просто ведь цвет — это преломление солнечных лучей, понимаете? Конечно, один так стоит, другой чуть-чуть по-другому, и там уже совершенно другой, как бы вот в преломлении этого солнечного луча, там другой цвет работает на срезе. И поэтому действительно такое ощущение, что там они все разноцветные. Ну, айсбергов я больше видел, честно говоря, на севере, потому что здесь мы как-то залетели сразу туда, ну, достаточно далеко от берега. Ну, а, кстати, чем-то отличается арктический от антарктических? Да, безусловно, безусловно, отличается. Ну, Арктика — это что-то живое, понимаете? Вот, живое. А Антарктика не живое? Абсолютно нет. Почему? Обоснуйте. Не, ну, вот смотрите, вот, что такое Арктик? Арктик — это океан. Вот, хоть мы и там идем по дрейфующим льдам, но эти дрейфующие льды, они своей жизнью живут. Они плывут со скоростью там 6, 8, 12 километров в сутки куда-то. Все время какой-то звук, все время какой-то там рокот такой, знаете, который прямо вот холодит аж там кровь внутри. И, в общем, там расслабиться невозможно, потому что все время ты это понимаешь. Вот, ты вроде как выбрал место, поставил палатку, но ты абсолютно не гарантирован от того, что вот сейчас не пройдет трещина под твоей палаткой, не начнется в твоем вот этом спокойном углу этого, этой льдины-торошения. И мы в такие ситуации попадали очень, очень нередко. Звери эти, медведи белые, там птицы какие-то летают, понимаете, многочисленные, разные. — Медведи досаждали? — Ну, приходили, конечно, ну, практически каждый поход, вот, когда мы уже там по дрейфующим льдам ходили, там не было похода, не было экспедиции, чтобы к нам не приходили мишки. Вот. А в Антарктиде, тем более вот, если ты уже прилетел там Патриот-Хиллс, и у тебя впереди только Южный полюс или гора Винсен, ты не увидишь ничего живого, кроме себе подобных. — Ну, пингвина. — Какой пингвина? — Чтобы пингвина увидеть, это тебе надо вернуться на берег. — На берегу там, да, да, да. А здесь, где толща льда там измеряется километрами, и торчат эти скалы, голые, без намека на лишайник, просто вот камень один торчит. Тут сразу ты понимаешь, что это вот совершенно все давным-давно умер. Ну, не знаю, наверное, неправильно я говорю, но, во всяком случае, вот внешне ощущение такое, что здесь живого ничего нет, и условия, ну, самые неблагоприятные для того, чтобы тут появилось живое. — Ну, вот, кстати, я знаю, что вы установили флаг мира, вот это флаг Рериха, да, по-другому можно так сказать. То есть, я так понимаю, что все-таки вы как-то с этим связаны. Вот энергетика Антарктиды и энергетика Арктики, вот, можете сказать, чем она отличается, такая вот, с точки зрения земного? — Ну, понимаете, это же опять же, это именно вот опять ощущение такое. — По ощущениям. — Да, для меня, например, вот я еще раз повторю, для меня, например, ощущение живого какого-то, да, мира, да, вот это как раз ощущение Арктики. — Это Киа. — В Антарктиде, в Антарктиде я этих чувств вот не испытывал. Вот, не знаю, согласятся со мной, не согласятся, потому что, вот, конечно, восприятие там космоса и все такое, это очень все непросто, да, вот себе как-то ощутить себя вот там песчинкой в этом космосе. Вот в Арктике у меня это получалось, и я как бы ловил себя на том, что вот действительно ты сейчас вот живешь жизнью, которая вот рядом с тобой, а там этого ощущения ты не испытываешь. — Ну, поговорим тогда немножко об эмоциях, потому что, в общем, вот, ведь люди идут куда-то что-то покорять все-таки вот, чтобы испытать какое-то вот эмоциональное там, ну, потрясение сказать, просто большие эмоции. Вот, какие эмоции были у вас или у ваших там соратников, может быть, делились, вот именно при, я не люблю слово покорение, так сказать, вот, мы не можем покорить природу, это глупое слово. — Совершенно. — Вот, в том, что вы именно, вам посчастливилось, приложив собственные усилия попасть на Южный полюс, и посчастливилось также, приложив тоже такие же огромные усилия собственные, попасть на Северный полюс. — Ну, вот, вы совершенно правильно вот акцентируете на том, что ничего нельзя покорить, и когда ты идешь, ну, у нас-то это изначально, понимаете, мы вот как-то так воспитаны были, что вообще даже если ты идешь в Подмосковье какой-то, то... — Покоряешь. — Это смешно, понимаете, потому что даже лес подмосковный, он сильнее тебя. — Ну, я не знаю, что сейчас там, когда стоят там заборы трехметровой высоты, вот, но тогда, когда их не было, потому что даже в Подмосковном лесу можно сгинуть, потому что все зависит от того, с чем ты туда идешь. — А уж когда ты идешь в Арктику что-то покорять, ну, точно ты не прав, потому что это смешно. — И точно щелкнуть по носу, да? — Да, 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 и даже со мной это, ну, не то, что даже, но я как бы вспоминаю ситуацию, когда вот ты еще не начал даже действовать, исходя из этих вот каких-то таких, да, неправильных своих побуждений, а только подумал об этом, и Арктик тебя полностью щелкает, и нас много раз щелкало. Ну, щелкало как сказать, понимаете, вот что-то, что-то существует в этом мире, что мы либо не хотим признавать, вот, либо что-то не умеем объяснить, вот. Для меня, для меня, честно говоря, вот этот ответ, и не особо мне он нужен, этот ответ, я просто для себя как бы уже давным-давно понял, что все, что тут происходит, оно, конечно, зависит в какой-то степени и от тебя, от того, как ты идешь к своей цели, что ты хочешь, что тобой движет. Но, по большому счету, это где-то свыше, вот, заложено, да, а ты только, вот, пользуешься тем, что тебе кто-то помогает. Ну, если ты как бы не ленивый, то тебе удастся, вот. Ну, можно сказать, вот, привести некоторые примеры, понимаете, вот, 94-й год, это наша уже третья полюсная экспедиция на лыжах, автономная, да, и со мной в команде идет еще семь человек, это ребята мои знакомые из Томска, сильные мужики такие все, по тем годам они вообще были, по-моему, наиболее такие продвинутые, вот, путешественники. Ну, и у них вот такая, знаешь, манера, знаешь, вот, давай мы тут рекорд поставим, вот, давай мы тут сейчас пробежимся, я их уговорил, уговорил, ребята, вот, не место тут вот заниматься соцсоревнованиями, понимаете, вот, здесь надо просто идти, вот, как-то вживаться в эту вот атмосферу, вот, в этот мир, ни в коем случае тут не нужны никакие рекорды. Ну, потом как-то все-таки, вот, знаете, настроение такое, что-то приподнятое было, там, погода хорошая, и они, ну, Семенович, ну, давай, ну, что мы сейчас, мы как-то тут врежем, и еще один градус пройдем, ну, имеется в виду, параллель. Ну, ладно, давайте, пойдем. Буквально через 10 минут вот эта хорошая погода закончилась, хорошая дорога, ну, имеется в виду, ровная дорога, да, она превратилась в какое-то переломанное нечто, вот, просто костоломка какая-то, эти вот движущиеся, эти вот огрызки этих льдин, торасящиеся, наползающие друг на друга, мы как-то там растянулись, ну, в общем, все, на этом закончились эти соревнования, мы, вот, все остальное, светлое время, мы только лишь, значит, искали место, где можно было бы поставить палатку, чтобы вот успокоиться самим и успокоить вот этот вот мир, который называется Арктика, нашли, под утро, дороги нет, вот палатка стоит на краю льдины, которая наклонилась там градусов на 10, наверное, на такой крен, и от палатки до горизонта открытая вода, просто. Вот, я говорю, мужики, ну, это, понимаете, вот ваши эти соревнования, тут чего-то доказать вы хотели, вот, теперь будем тут три дня обходить, это все ерунда, ну, то есть, вот они, ну, там несколько, несколько было вот таких моментов, но это вот один из таких наиболее характерных, но они как бы поверили, ну, ладно, Семенович, мы тебя слушаем, давай, не будем больше, вот такие вот вещи, да. Ну, вот мне один мой знакомый путешественник, он объездил много очень стран, больше ста, и он приводил слова, вот, Маугли, по-моему, гениально каким-то написал, там, говорит, вот, приезжаешь в другую страну, в какое-то новое пространство, вот, как бы, типа, слова, говори, там, мы с тобой одной кровью, давай, там, подружимся, и тогда тебе, ну, подобное притягивает подобное, тебе начнут помогать, это так, в Арктике так? Абсолютно, я согласен, с Киплингом, вот, вот, именно так, ты должен научиться жить той жизнью, которая вот вокруг тебя, если ты пришел со своими... Гармонизироваться. Да, 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 если ты со своими, там, порядками туда пришел, ну, тебе очень быстро на место поставят вот ситуация, и ты ничего там не сможешь сделать, ну, в лучшем случае, унести ноги живым, вот, это, это абсолютно, вот, правильное, как бы, такое... Я тоже с этим полностью поглазил. Вот, ваша служба в армии, вы, вот, у меня в анонсе висит, что, там, полковникам ушли, насколько помогает, так сказать, выстраивать жизнь, вот, это вот, ну, наверное, какая-то все-таки армейская дисциплина, самодисциплина, самодисциплина, какая-то, видимо, физическая подготовка, да? Ну, в общем, что сказать, понимаете? Или это уже такой процесс, я считаю... Военном, да, действительно, я вот 30 лет отслужил, да, но дело в том, что путешествиями я заразился еще до армии. Да, я помню, да. Вот, и армия, она для меня стала... Потому что из анонса видно, что, вот, наконец, так сказать, дотянули лямку, и тут уже оторвались путешествиями. Да нет, ну, нет, я бы не сказал, что я, там, ее тянул, лямку, я, честно говоря, и работа, считаю, у меня была очень интересная. Я занимался, то есть я не испытывал какого-то, там, вот, неудовлетворенности какой-то, потому что занимался, и мне было интересно. А что касается возможности путешествий, организации, проведения путешествий, пока я, вот, ходил в погонах, я могу сказать, что мне, наоборот, это помогало. Потому что, ну, вот, районы, где мы путешествуем, они все требуют каких-то дополнительных разрешений, там, согласований, все такое. А военные могут туда приехать просто имея отпускной билет в кармане, больше ничего. И поэтому, когда я приходил в отдел кадров и называл какой-нибудь там остров средний, они, вот, примерно, так же смеялись надо мной, писали в отпускном билете остров средний. Мне было этого достаточно, я с благодарностью. Это классно. И шел, вот, в какой-нибудь там... В отпуск на остров средний. Да, вот, в остров средний. И сколько туда, они всегда, а как же ты туда будешь, вот это, наверное, там, поездом, потом... Говорят, да нет, не поездом туда, поезд не ходит. Ну, одним словом, мне, во-первых, помогало бывать в тех краях, я использовать то, что я все время руководитель, и я, значит, давал возможность своей команде туда попадать. Тоже с минимальным, как бы, вот, расходом энергии на получение разрешения. Ну, и когда ты уезжаешь, будучи в погонах, вот, в такие далекие края отдыхать, то тебе приплясовывается время на дорогу. Ну, а поскольку тогда поезда не ходят, корабли не плавают, то, значит, мне всегда удавалось еще две недели добавить к своему 45-ти в суточному отпуску. Это получалось два месяца, так что это как раз очень большой плюс. Мои две первых полюсных экспедиции, они, собственно, прошли во время моих отпусков очередных. Как вот такая, так сказать, тоже вопрос многих путешественников, они, ну, если не одинокие люди, то, во всяком случае, ну, там, имеют семьи, понятно. Все-таки обычно вторая половина не очень хорошо реагирует на длительное отсутствие, там, непонятно где мужа. Как это у вас решается эта проблема? Да, вы знаете, во-первых, надо выбирать эту вторую половину. Мы вот с ней познакомились, с моей Ириной, да, ну, когда, где-то в конце, в конце, в начале 70-х, или в конце, не, в середине 60-х, да, вот сейчас 40 лет уже прошло, да, как мы вместе. У вас одна жена, да? Да, 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 мы с ней ходили там пешком, и на лыжах, и на байдарках, мы прошли, понимаете, там, и север. Она ваша полностью, да, единомышленная. Да, дети у нас родились, там, сначала сын, потом дочка, они с нами, там, с трехлетнего возраста ходили на байдарках, по речкам, там, тоже, по-уральски. Ну, не знаю, в общем, конечно, я не прикладывал никаких усилий для того, чтобы, там, они, вот, шли по стопам, боже упаси. Это, вот, ребятишки все это помнят, ну, как ребятишкам, слава Богу, там, сыну 40. Но, но они с благодарностью вспоминают вот эти годы, когда мы путешествовали вот несколькими семьями, а я пользовался, опять же, возможностью, потому что я так смог делить этот самый, свой отпуск. Я, там, недельку-другую, значит, я мог детишкам и семье, как бы, высвободить, да, и вот где-то месяц, там, побольше я путешествовал по северу зимой. Вот, поэтому, наоборот, я считаю, что, вообще, все, что мужики делают на земле, они делают это ради женщин. Это не мои слова, я не вспомню, чьи, но, но это я абсолютно уверен. Понимаете, вот у меня сейчас, я еду по этой Арктике на своих вот этих вездеходах, у меня фотка моей внучки, понимаете, четырехлетней, ну, тогда еще более младшей, сейчас вот четырехлетней. Понимаете, первое, о чем ты начинаешь там думать, это рисовать мысленно картину, как тебя будут встречать. Как тебя будут дома встречать, потому что дом, это есть дом, это святое. Ну, это правильно очень, я тоже считаю. А кто-то пошел из детей по вашим стопам, не стал путешественником? Ну, путешественником нет, не стали мои дети, но любовь к путешествиям, безусловно, оно, как бы, вот, развилось. Ну, что вот, мой сын Григорий, он с первых дней существования компании, это компания, министерство по чрезвычайным ситуациям, он вот спасатель. Знаете, это еще с тех времен, когда вот затрясло в Ленина-Кане, там, да, вот это вот, 80-е, конец 80-х, начал делать. Вот он с тех пор облетал, ну, побывал везде. А вы вот тоже член экспертного совета МЧС России. Что это в себя включает? Ну, вы знаете, что включает, ведь в этом министерстве, вот, работают обычные, как бы, люди, они ничем особенно-то не отличаются от нас. Другое дело, что они со временем наработали опыт, какую-то тактику действий, технологию каких-то там, выполнение каких-то операций, работ. Вот, ну, это тоже живые люди, а им тоже, как бы, не хочется, вот, рисковать по глупости, понимаете? Поэтому они, я считаю, очень правильно. Они очень правильно от себя, они не зазнаются тем, что вот мы самые крутые, мы все знаем. Они ищут крупицы опыта вокруг и находят. Вот, и вот сейчас они создали этот, вот, как бы, экспертный совет, вот, меня туда пригласили, потому что знают, что я, как бы, вот, ну, неплохо понимаю, что такое Арктика, как там выживать, как там организовать там поиск или там какие-то другие работы. Вот, более того, мы же с ними в 95-м году с отрядом Центроспаса, да, мы выполняли там очень крупную такую учебную операцию, ну, учения проводили, да, там, три самолета, там, на уровне замминистра, там, принимал участие, прыгал с парашютом на полисе. В общем, там было все по-настоящему, и они, как бы, ну, вот, помнят, что есть такие люди, которые, ну, знают немножко больше, чем они в каких-то районах, регионах. Вот, вы, так сказать, член, участник различных ассоциаций, обществ, ну, вот, там, действительно член русского географического общества, член ассоциации российских полярников, член национального географического общества США, там, член клуба исследователей США и так далее. А вообще, вот, это членство что-то дает, помогает, или это просто, так сказать, ну, отметится, вот, красиво, там, как люди набирают каких-то регалий? Ну, вы знаете, вот, когда, вот, когда я подавал заявление, а надо было именно такое заявление подавать в русское географическое общество, это было тоже уже больше 20 лет, по-моему, в 83-м или 84-м году, да, тогда мне было, ну, действительно, очень хотелось, вот, как-то, хоть каким-то образом, но, все-таки, вот, стать... Расцветив, да, 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 вот, ну, чтобы меня, как бы, тоже признали, как человека, ну, пусть не своего, но, по крайней мере, понимали, что я душою, вот, с ними. Ну, я там, в общем-то, много чему научился, я очень благодарен тому, что судьба свела мне, я знакомый с Иваном Дмитриевичем Помпанином был, и с Громовым, и с Водопьяновым, то есть, понимаете, вот, возможность живую общаться с этими легендами, которых, вот, к сожалению, уже нету сегодня рядом с нами, да, вот это все время меня, ну, как-то, понимаете, как-то какой-то прилив какой-то энергии, сил мне всегда давало, и они видели во мне человека, который, в общем, влюблен в эту их Арктику, это их тогда была, а теперь это моя Арктика, вот, вот, и каждый год, каждый раз, когда мы возвращались этим вот старикам, подсчетным всяким там людям, да, я им немножечко приносил чего-то свежего из этой Арктики, потому что они сидели, они только лишь жили воспоминаниями, а я им приходил и рассказывал, значит, вот, были там-то, были там-то, там остров Ушакова, остров такой-то, там полярные станции, здесь прошли по дрейфующим льдам, значит, вот, вспомнили, как шел, там, допустим, этот штурман Альбанов, там, в 12-13 году, там, от замерзшей этой шхуны, значит, к земле Франца Иосифа, мы же эти все повторили пути, мы побывали там, где шел Амундсен, там, Норденшельд, это, это все, вот, живая, как говорится, история, потому что мы прямо вот камни эти приносили, вот, вот здесь вот эта нога, допустим, Амундсена здесь вот ходила, ну, вот это, да, вот здесь вот Нансен зимовал, мы были на тех, на той косе, где он строил там с Юхансеном, значит, эту свою каменную, ну, как, скажешь, жилище мне назовешь, в общем, какую-то пещеру, в которой они зимовали, 1895-1996 год, вот, мы везде практически были, и это все рассказывали, показывали фотографии, слайды, там, ну, сейчас вот фильмы показываем, то есть, такая вот связь, как бы, понимаете, связь, и сейчас вот мне очень приятно, что сейчас в географическое общество приезжают ребятишки, они, конечно, там, никакие не члены пока, да, ну, школьники, вот, мы повернулись в этом году, и, значит, пригласили на заседание, там, ребят из школ, приехал целый зал, кстати, они тоже слушали, интересуются, интересуются. Нет, ну, это самое главное, когда есть кто будет продолжать. Конечно, это очень важно. А вот членом Национального географического общества США как стали? Ну, вы знаете, я даже не знаю, каким образом я стал, но, видимо, вот, информация о том, чем мы занимаем. То есть, они сами, да? Абсолютно. Так же, как вот я смотрю вам, вы внесены в энциклопедию вот этого ху-ис-ху, это тоже они сами, да? Ну, абсолютно, тут я вот ничего, палец о палец не ударяю. Ну, это очень почетно. Да, ну, я, в общем, так и отношусь, да, так и отношусь, мне даже более того, там, ребята как-то подсказали, говорят, загляни вот на какой-то там сайт, я сейчас не помню какой, там, окажется, ты единственный, который четыре раза ходил на полюс. Все там ведут. Я потом заглянул, действительно, там все, абсолютно все люди в мире, которые дошли до Северного полюса, начиная с Пири и его команды, этой самой эскимосов, да, Кук и его команда. И потом вот все-все-все-все люди. А, кстати, кто спрыгнул на него тоже считает? Нет, 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 ну, во всяком случае, они тоже где-то, наверное, в каком-то там другом разделе, тоже как-то о них там, наверное, упомянуто, да, а вот кто от берега прошел весь путь до полюса. И вот наших там ребят, вот именно из моей команды, ну, там 20 с лишним человек, понимаете, а всего их, ну, порядка там 160. Это за 100 с лишним лет, да? Да, 100 с лишним лет, представляете? Вот, а вот ваш покорный слуга там четыре строчки занимает, потому что, ну, я никогда не думал, что кто-то ведет такую вот статистику. Оказывается, есть люди, которым это небезразлично, которые честно все это, даже точка старта, время там, минуты, понимаете, все там у них есть. Ну, это правильно. Правильно, да, потому что сейчас много там таких появляется. Путешественников, в кавычках, которые там летят на воздушном шаре до Северного полюса, хотя все знают, что это невозможно. А он оттуда аэропортует, что он долетел. Это глупо, потому что грамотные люди понимают, что это... Ну, такой вопрос. Вот, в принципе, ведь все эти походы требуют, в общем-то, достаточно огромных физических усилий. Я так понимаю, что, в общем-то, каждодневных каких-то тренировок, чтобы себя поддерживать все время в форме. Как, что вы, там, питание, может быть, правильно, вот что вы про это можете сказать? Или это уже, как бы, не обращаясь... Это от природы. От природы. Это я должен, там, отцу с матерью сказать большое-большое спасибо, да? А потом, наверное, просто от того... Ну, не хочу произносить какие-то банальные вещи, там, от образа жизни. Да нет, я нормальный человек, я с удовольствием могу, там, ночь сидеть напролет, квасить. Но, вот, видимо, все-таки, вот, что-то заложено изначально, вот, что дает вот эту силу, эту энергию. Ну, ведь сказать, что я что-то там специально занимаюсь каким-то спортом или, там, тренировками... Нет. Да никогда этого не было. Я, более того, я пока там учился и пока там служил, был освобожден от этого всего. Потому что я был от, вот, всяких, там, кроссов, потому что я был волейболистом. Ну, в общем, это еще в школе я, там, занимался волейболом, серьезно, там, мастер спорта. Вот, и когда в академию поступал, меня первое, что сделал от всего освободили, только играй в этот... За волейбол. В волейбол, да, я этим занимался. А так я никогда никуда не бегал, вот, на время, и мне это вообще непонятно, зачем это на время бежать. Вот. И в тренажерный зал никуда не ходил? Нет, да, это вообще для меня, это, понимаете, это что-то такое пережеванное глотать я не умею. Если вот там велосипед, вот, я любил и люблю по сей день велосипед, так это не тренажер, да, где ты сидишь там и, это, дышишь этим вот воздухом непонятным. Ну, я сел он там, проехал 100-200 километров, вот, встряхнул там все свое нутро. Сейчас, к сожалению, не хватает времени, потому что приходится... То есть и питания никакого особого нету, да? Нет, нет, нет. Ну, наверное, неправильно, наверное, если бы этому уделять внимание, наверное, было бы что-нибудь там более результативное что-то, но, честно говоря, мы бы тогда были совершенно другими. И вот, может быть, это и как раз нас спасает, что мы остаемся сами собой, и это нам помогает. А что, кстати, вот сейчас, вот в этих последних экспедициях, ведь есть специальные там какие-то смеси разрабатываются для космонавтов, да, какое-то специальное питание, или нет, все по старинке там? Нет, нет, сейчас выбор очень большой. Конечно, вот взять, допустим, наши первые 2-3 экспедиции на Северный полюс, ну, и там все остальное, да. То есть мы вынуждены были пользоваться практически, ну, теми же продуктами, которые вот можно было. Да еще в те-то годы их и нигде не купишь, да, там пустые прилавки. Вот, сейчас, конечно, выбор колоссальный, и я должен сказать, что продукты вполне приемлемые, вполне приемлемые. Ну, в общем, перечислять их сейчас бессмысленно, потому что их пополно. Среди них наши отечественные есть, или все инфекции? Ну, так что, вот мы просто покупаем то, что, или покупаем, или, да, выходим на производителей, ну, а то все наше. Ну, там, пусть там хозяин какой-нибудь кореец, но, понимаете, продукты-то делаются на нашей территории, чуть ли не в Подмосковье, понимаете. И вполне нормальные, и вкусовые качества, и энергетические качества. Ну, а то, что сейчас эти продукты не требуют вот этого длительного приготовления, это вот самый большой плюс. Потому что там где-то на морозе, там, минус 40, что-то такое сварить, какой-нибудь те же макароны, это надо, там, полчаса кипятить, чтобы там что-то раскисло. А здесь кипяток, это самое, приготовил, налил, и через две минуты можно уже. Экономия топлива, экономия времени, это вот большое, большое дело. У меня передача называется «Хроника счастливых путешествий». И обычно ближе, так сказать, к концу передачи я прошу гостей рассказать какую-то модель, схему счастливого путешествия, чтобы, так сказать, для тех, кто это смотрит и слушает, какие-то, может быть, именно основополагающие правила, ноу-хау именно от Чукова. Ну, я не могу сказать, что это ноу-хау, но это вот тот принцип, на котором мы готовили все свои путешествия, все свои экспедиции, там, походы. То есть я всегда считал и сейчас утверждаю, что успех зависит от отношений в коллективе, от духа этого. Вот я, например, не представляю, как бы я там себя вел, если бы куда-то ходил в одиночку. Я бы с ума сошел, потому что я не тот человек. И вот рядом со мной люди, которые тоже приобретают что-то друг от друга. И вот это вот состояние внутри команды, вот готовность без всяких слов, не с полуслова, без всяких слов, делать то, что нужно сегодня всей нашей бригаде, чтобы вот дойти до цели, которую выбрали мы сами. Нам никто ее не навязывал. Мы сами хотим опять в очередной раз вот сейчас идти в Канаду на этих машинах. Ну, кто может поверить, что на каких-то машинах можно пойти по этому таящему ледовитому океану. Но мы-то знаем, что нам это все равно удастся, понимаете? И тут на первый план выходит опять не физическая подготовка, она должна присутствовать. Не там какие-то суперкачества, супермена, да? А именно вот это вот отношение внутри команды. Потому что машина, машина не дойдет, будь она хоть какая-то. Она не дойдет, она дойдет только вот когда в ней сидят нормальные люди, нормальные смотрящие на это все происходящее дело. Тогда мы дойдем. А когда думают, что вот мы сейчас сделаем машину, которая там проедет через все эти препятствия, преграды, переплывет, это утопия. Никуда не переплывет. Поэтому главное, нужно формировать вот этот дух в команде. И тогда любое путешествие будет счастливым, будет приятно вспоминать об этих минутах, сутках, там, или месяцах, проведенных вместе. И обычная тоже традиция этой передачи рассказывать какую-то забавную, поучительную, интересную, необычную байку рассказа о своих путешествиях. Что-то сейчас приходит? Ну, конечно, любопытных там всяких вещей происходило немало. И со всякими медведями, которые нам там палатки драли. Вот. Но что, вот если что-нибудь там связанное с какими-то необъяснимыми, труднопонятными ситуациями. Вот это очень интересно. Ну, давайте, я вроде одно рассказал, еще могу вот коснуться этой же, примерно, темы. Это было тоже в том же 94-м году. Ситуация так развивалась. Ну, уже где-то на подходах к Северному полюсу, где-то оставалось там километров 100-120. Начали происходить вот с моими часами любопытные вещи. Часы электронные, вот там эти жидкостные кристаллики, да, там, все такое. Вот, я утром просыпаюсь, дежурный, лежу, что-то там копошится, на часы смотрю, вроде как еще рано. А он уже, это самое, я говорю, слушай, Иван, дежурный, Иван, ты что, раньше времени, нам хоть поспать дай. А мы спали там по пять часов. Он говорит, как, Семенович, все нормально, я как договаривались, я вот встал в пять часов. Я говорю, какие в пять часов? Я говорю, четыре. Не-не-не-не-не, все, смотри, вот пять. Я говорю, ладно, значит, мои часы, там, это самое, что-то с ними произошло. Там, знаете, такие старые часы, там, наверное, с четырех сторон иголочки там покупать, чтобы эти самые часы выставить. Ну, и ладно, и поговорили, забыли. Потом следующее утро, опять такая же история, значит, у меня опять часы отстают ровно на час. Я говорю, парни, ну, что вам делать, нефига, что ли, вот вместо того, чтобы отдыхать, вот вы тут мне ковыряете эти самые часы по ночам, переводите, я потому что проанализировал, ну, вот ничего, не может никакого объяснения быть нормального, потому что они не могут вот отключиться батареечка, а потом вдруг соединилась, там все обнулится и будет нули, а тут все, секунды в секунду идет, там, сутки, все, все, все. А одна единственная цифра на час сбегает, да, вот. Потом на третий день, утром то же самое, я говорю, ну, мужики, вот вы видите, что происходит? Где объяснение? Нет объяснения, значит, надо думать. Значит, это вот, вы можете там смеяться, что хотите, а я начинаю думать, потому что это вот происходит не случайно. Обед, не заметил когда-то, в обед у меня выставленные часы отстали на два, ровно на два часа. Я уже говорю, все, парни, никуда дальше не идем, пока вот мы не придумаем, я ни объяснений себе не найду, мы никуда не пойдем. Это, ну вот. И объяснение нашлось очень простое. Для нас ориентиром, когда мы движемся к Северному полюсу, является, в общем-то, тень от собственной фигуры. Вот, мы идем к Северу, Солнце сзади, тень падает вперед, и, собственно, мы даже на компас не смотрим. Тогда еще GPS-ок так распространены, они не были, вот эти спутниковые навигационные приборы. Шли, в общем, компас и этот направление тени, в зависимости от часов, от времени. И тут мы, вот, прямо осеняет, мы же идем и все время смотрим, ага, сколько времени, и 15 градусов. 15 градусов, ага, значит, там 5 часов, вот так-то, 6 часов, туда надо, вот. Раз мне два дня подряд на 15 градусов говорили взять курс левее, да, а я на это дело не реагировал и шел прямо, то через два дня мне уже 30 градусов, говорят, левее, иди. Я говорю, все, парни, я себе ответ нашел. Значит, идем мне на север, идем мы туда, на запад. Дети, ну, там же полюс, я говорю, вот идем, никуда от нас не денется. Мы буквально прошли 15 минут и уперлись в огромные-огромные водяные пространства. Ну, полыни такие, да, там, вот, до горизонта. Но мы подошли к ней по касательной. То есть, вот, мы налево взяли и вышли прямо на край этой полыни. Вправо уходило, ну, просто до горизонта. Это черное небо, черная вода. То есть, если бы я вот налево не повернул, мы бы прямо вот так подошли к берегу, с обеих сторон лед, то есть, вода, куда идти, поди угадай. То есть, вот, это то, что реально происходило вот с нашей командой. И мы так вот там по краю этой воды и льда, значит, выбрались, 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 это все осталось позади, обошли, и там через два дня были на полюсе, или через три дня. А так бы не видать нам этого полюса, как своих ушей. Вот это вот история. Уникальная история. Ребята, всегда обращайте внимание на знаки, которые вам даются. Поверьте, это жизнь вам намного облегчит и сделает более удачной и успешной. Я так считаю. Совершенно справедливо. Надо быть внимательным и как бы верить. К окружающему миру. Внимательный он всегда подскажет. Верить к этому подсказкам. Спасибо большое, Владимир Семенович. Мне очень понравилось наше общение. Я думаю, что еще раз надо обязательно встретиться, потому что час как-то пролетел незаметно. Мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо всем тем, кто нас слышал и видел. Напоминаю, мы были в прямом эфире. О дальнейших передачах смотрите анонсы на сайте. Спасибо. До свидания. Всех доброго. Субтитры создавал DimaTorzok